Детективный рассказ. Начинается он с объяснительной записки. Михаил Задорнов. Я, агент иностранной разведки Джон Кайф. Родился по заданию разведцентра. В совершенстве владею телепатией, йогой, каратэ, борьбой на найских мальчиков. Дзюдо и дзюпосле. Говорю на 80 языках, в том числе на языках племен Лопато и Бармато. Умею соблазнять женщин на расстоянии. Фотографирую левым глазом, вправо проявляю микропленки. Плевками сбиваю самолеты и тушу пожары. Стреляю из любой пуговицы, причем из всех четырех дырок сразу. Усилием воли могу взрывать мосты, вызывать землетрясение, цунами и такси. Меня 16 раз расстреливали. Я 47 пограничных собак загрыз насмерть. Выкрал 11 президентам. 30 шахом наставил рога с их гаремами. Выведал секрет бальзамиру неегибетских фараонов, пролежав два месяца рядом с Тутанхамоном. А также разузнал, каким путем к эскимосам Гренландии попал секрет приготовления тройного одеколона из Чукотки. Но вот год назад я получил свое главное и последнее задание. Незаметно проникнуть на территорию СССР. Пересесть на трамвай. И устраившись под видом молодого специалиста выведы, сколько работает человек и что они выпускают в научно-исследовательском институте НИИ, вторсыр, чет, мед, бред, брак, мрак, снаб, стыд, сбыт, загран, подставка. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодаря отлично оформленным красоткой Джейн документам я действительно быстро устроился на работу. И пока мои потери были только самострельные пуговицы, которые меня в первый день оторвали в трамвае. А вот дальше началось нечто непонятное. Первую неделю мне как молодому специалисту не поручали никакой работы. Тогда я начал сам потихоньку расспрашивать в случаях о том, что они выпускают. Но они лишь пожимали плечами и переспрашивали, тебе-то зачем, шпион что ли? Это меня насторожило. И тогда, чтобы не вызвать лишних подозрений, я решил воспользоваться телепатией и перехватить мысли главного инженера. Но он весь день разгадывал кроссворд. И мучительно думал, что это за птица из пяти букв, которая живет в Южной Баварии, яиц не несет, но из них выводится. Причем думал он так напряженно, что мой сеанс закончился перенапряжением моего мозгового телепатического центра, и я навсегда потерял способность к телепатии, хотя точно знал, что это птица-петух. От отчаяния я стал ходить по комнатам, хотел посчитать случаи, но это оказалось бесполезным, потому что все остальные случаи тоже ходили по комнатам. И к вечеру я их насчитал до пятидесяти тысяч. Тут я и столкнулся с начальником своего отдела, который вдруг сказал, хватит бестолкушляться по коридорам, пора нас заняться делом, завтра же поедешь на картошку. Я спросил его, что это означает, поедешь на картошку. Он очень удивленно меня посмотрел и переспросил, ты придурок или из Америки приехал? Я так перепугался, что сразу сказал, я придурок. И срочно связался с шефом, который меня успокоил, объяснив, что поехать на картошку начает условно название сельскохозяйственных работ, во время которых колхозники помогают работникам умственного труда собирать урожай. Поскольку участвовать в разведшколе я как-то ни разу на картошку не ездил, я очень боялся, что мое неумение обращаться с ней вызовет подозрения на фоне тех, кто обучался этого много лет в различных высших учебных заведениях. Поэтому я очень старался, работал без перекуров, за что в первый же день был избит коллегами по полю. Их было 15 человек. Я хотел применить против них 7 приемов Маваши и 8 Йокагири, но не успел, потому что только я встал в боевую стойку, ко мне тут же был применен сзади неизвестный прием, который один из нападающих назвал рессор от трактора Беларуси. С тех пор я стал прихрамывать на обе ноги, перестал владеть приемами каратейна, всегда позабыл морзянку. По окончанию сельскохозяйственных работ я снова не смог приступить к выполнению своего задания, потому что меня тут же послали на строительство институтской подшефной недостройки, где я проработал два с лишним месяца вторым исполняющим обязанности третьего ученика четвертого мастера по укладке кирпичей шестого сорта со знаком качества. Невероятным усилием воли я взял себя в руки и даже попытался не тратя время не зря выяснить секрет новой бетономешалки с программным управлением и сложнейшей коммутационной перфокартой. Я спросил мастера-наладчика о порядке ее работы, на что он мне ответил, слухай сюды. Положь колдовину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочку. А после чего долбани плюхалкой по кувыколке и кады чвакнет, а скотч дальше, и прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в это время пшшш-шмяк, туды, сюды, тьёк, сельмок, сельёрш твою меть и ждешь, пока остынет. Записанный мной за мастером порядок работы бетономешалки был немедленно передан мною в центр. Восемь недель. Опытнейшие шифровальщики. Бились над ним, но так и не смогли разгадать, что означает научный термин «ёрш твою меть». Я тоже не успел этого выяснить, потому что прямо со стройки меня послали на курсы английского языка, с которых я был отчислен за неуспеваемость, потому что преподаватель не понимал моего чистого английского произношения. Однажды она меня спросила, я обучался английскому языку, я ответил честно в английской спецшколе. Она на это ответила, что она, оказывается, всегда не доверяла английским спецшколам. И что совсем не так, как я, надо произносить «the table» согласно последней инструкции ВЦСПС. За остальные три месяца пребывания на работе я пять раз посещал овощную базу, четыре раза народную дружину, где сначала мы хулиганов ловили, а как мы их поймали, так они нас бить начали. За это время я стал в принудительном порядке членом добровольного общества бега босиком по снегу под названием «Стопами Суворова», осеннего общества сбора желудей в помощь голодающим свиньям и принимал участие в концерте, посвященном 12-летию сегодня открытия на Киевском шоссе под Магаданом левого поворота в сторону Бердянска. От такого количества общественной работы у меня начались невыносимые головные боли, но врач мне бюллетени не выписал, так как, прослушав мою грудную клетку, живот и голову, установил диагноз «плоскостопие». И надел на меня ортопедические сапоги ходить, в которых я не могу даже с костылями. Я пытался покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы неподалеку от Ярославского вокзала. Но поезд из Владивостока опаздывал на 18 часов. И я так замерз, что вынужден был пойти в гастроном, чтобы согреться на 7 рублей, оставшиеся от моей последней зарплаты после уплаты всех членских взносов. Там, выпив, я и рассудил трезво. Поскольку я потерял все средства к существованию, не выполнил ни одного пункта задания, позабыл все знания, полученные мной в разведшколе, у меня оставался только один выход — сдаться. Выпив для храбрости еще немного, я подошел на перекрестке к первому попавшемуся милиционеру и сказал ему, что я иностранный резидент. На что он мне верил, раз ты резидент, иди, а сейчас отправим в резиденцию. И отправил меня в иотрезвитель, где я теперь и нахожусь. И пишу эту объяснительную записку, а главное, прошу настоятельно учесть, что я иностранный резидент. Хочу добровольно сдаться, поэтому меня надо срочно переправить в соответствующее заведение. Резолюция директора вытрезвителя на объяснительной записке. Гражданин, называвший себя иностранным резидентом, действительно попал к нам не по адресу и был переправлен нами тут же в соответствующее заведение, где теперь и пребывает в полном спокойствии в одном номере с Наполеоном, Александром Македонским и астронавтом с Альфа-Центавра, который прилетел к нам на летающей тарелке, чтобы купить пленки с записями песен Бюль-Бюля-Глы. Выписка из истории болезни, сделанная главврачом. Пациенту, который назвался иностранным резидентом, я сразу проверил и спросил его, раз вы иностранный резидент, наверное, в совершенстве владеете языком. Он обрадовался и ответил, да, в совершенстве. Я сказал, вот и хорошо, будете наклеивать марки на конверты. Чем он теперь и занимается, все время повторяя про себя странную фразу «Ёрш, твою медь». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...